Друзья, всем огромный цветочный привет! Вы на канале Цветы с любовью. Сегодня мы поговорим об агротехнике комнатных растений и о агрономах. Начнем с самого начала. Что же такое агротехника? Агротехника это технология растеневодства, система приемов возделывания культурных растений. Задача агротехники обеспечить высокую урожайность выращиваемых растений при минимальных затратах труда и материально-финансовых средств на единицу качественного продукта. Агротехника включает обработку почвы, внесение удобрений, подготовка семян, посадочного материала, посев и посадку, уход за посевами и плантациями, уборку урожая. Приемы агротехники применяются при выращивании культурных растений, обусловлены с одной стороны их биологическими особенностями, а с другой стороны почвы климатическими условиями района возделывания. К чему я это все прочитала? Мне поступают комментарии, поступили комментарии на предыдущее видео, где я рассказывала про мой опыт внесения циона в мои посадки комнатных растений. Комментарии были такого рода, например, попробовала цион и никакого изменения не увидела, это вранье и обман. Либо комментарии, что посадила в цион, то есть попробовала цион, чудо не случилось, все вранье. Вот когда мне поступают такие комментарии, я особо не обижаюсь на эти комментарии и первое время я даже стараюсь не отвечать на эти комментарии, потому что, может быть, мое первое мнение об этом комментарии ошибочное. Может, я не поняла, что от меня хотел человек. Ну, проходит какое-то время, я обдумываю, что ответить человеку на этот комментарий, либо удалить, либо не отвечать вообще, вовсе. Я пришла к такому выводу, что каждый человек, кто занимается растениями, неважно, занимается ли он для своего удовольствия, как хобби комнатные растения, либо он их выращивает на продажу, либо это огородные, садовые какие-то растения, все это в принципе не важно. Каждый человек, занимающийся агротехникой какой-то культуры, является агрономом. Задача каждого из нас повысить урожайность растения при минимальных затратах, финансовых и трудовых затратах. Получить качественную продукцию. В предыдущем видео я рассказывала про цион и как можно, как можно в кратчайшие сроки получить качественное растение при каких-то минимальных затратах. С одной стороны, кажется, что цион дорогая добавка. Но, если разбираться поглубже, без применения химикатов, вырастить здоровое, красивое растение, в нашем случае при выращивании комнатных растений, урожай это красивая шапка цветов. Здоровое, красивое цветение, яркий цвет самого цветка, здоровая корневая, листва здоровые. В общем, то, что мы хотим увидеть в конечном результате. Это наш урожай. И без химикатов и каких-то препаратов на сегодняшний день это сделать просто невозможно. Когда человек очень долго в комментариях у меня рассказывает, что раньше бабушки выращивали в какой-то обычной земле, у них все это росло. Ну, давайте вспомним, что мы выращивали, даже вот я в свое детство, и что мои мамы, бабушки выращивали на своих приусадебных участках и в комнатном цветоводстве. Как правило, это были неубиваемые растения. Все их помнят. Это какие-то суккуленты, колонхои, традисканцы, бегонии. Не самые обычные видовые бегонии. Дело в том, что сейчас появилось очень много, очень огромное разнообразие комнатных растений. И те растения, которые мы выращивали 20-30 лет назад, они уже адаптировались, адаптировались к нашим условиям. Через 50 лет и вот такие вот фиалочки, и бегонии, которые мы сейчас выводим, они тоже адаптируются к этим условиям, потому что каждое растение эволюционирует, есть процесс выживания, размножения, ну это все мы знаем. И, конечно, они будут адаптированы к нашим условиям. И уже их будет выращивать не так сложно, как на сегодняшний момент. Но дело в том, что раз уж мы агрономы, и человек пишет такие сообщения, свое мнение, я беру на себя ответственность ответить на, раз он пишет либо мне это сообщение, либо моей публике. Я беру на себя ответственность ответить на эти комментарии. Дело в том, что каждый человек, имеющий, занимающийся каким-то делом, каждый раз, каждый день чему-то учится и совершенствует свое дело, свое ремесло. Когда мы приносим растение на выставку, наша задача коллекционера, селекционера показать весь потенциал растения, что он может выдать. Поэтому каждый день мы думаем о том, как бы улучшить агротехнику этих растений, показать новые растения. И в этом нам помогает, конечно же, современная наука. Научные разработки, научные познания, какие-то опыты позволяют нам постоянно улучшать качество растений за счет того, что появляются новые, новые виды каких-то препаратов, препаратов, субстратов. Я вспоминаю, какого качества у меня растения были 10 лет назад и какого качества у меня сейчас растения. А это небо и земля. Поэтому каждый человек, каждый день должен учиться и совершенствовать свое ремесло. Не останавливаясь на том, что было вчера, что было с нами, с нашими бабушками, с нашими дедушками. Каждое поколение должно быть совершенствовало. Сейчас я хочу вернуться немножко к теме циона, где люди говорят, что что-то не получилось. Внесли цион и не получилось. Во-первых, это видео было не для рекламы. Я его не рекламирую ни цион, ни другие препараты. Это видео было записано именно на основе моего опыта. Я просто с вами делюсь своим опытом. Если что-то у вас не получилось с внесением какого-то препарата, это может быть не из-за того, что препарат плохой. Это может быть из-за того, что были не соблюдены какие-то в каком-то моменте агротехнические приемы. Например, возьмем фиалку. Любое растение, прежде чем заняться его выращиванием, мы должны прочитать о нем информацию. Что это за растение, место его произрастания, температурный режим, почве смеси, которые должны быть в нем. В общем, максимально много информации мы должны узнать, прежде чем заводить какое-то растение. Сможем ли мы в своих условиях вырастить это растение. Также климатические условия в каждом регионе разные. И в разный период люди могут видеть как хороший результат, так и плохой результат. Это касается, если весна и прохладно, и все пробуждается. Конечно, результат будет лучше за счет того, что сама природа, самой природой заложено пробуждение всего растущего, всего живого. И мы можем заметить в период покоя растений вообще никакого результата не заметить. Но это не из-за того, что не работает какой-то препарат или какой-то субстрат. Это говорит о том, что неблагоприятные условия для роста какой-то культуры. Также это касается и обработки растений от вредителей. Это все входит в агротехнику. От семечка до сбора урожая. От семечка, когда мы посеяли, либо посадили вегетативный листочек до пышного цветения, это я говорю про фиалки, либо декоративно-лиственные растения. Тоже от самого черенка до пышного большого куста много агротехнических приемов. Многое зависит от выбора посадочного материала, от его качества. Какой мы выбираем торф, какие мы вносим подкормки, какой водой мы поливаем, какими препаратами мы обрабатываем, какая температура окружающей среды в помещении, какое освещение. Это все влияет на хороший результат при выращивании комнатных растений. И мы должны об этом знать. И не забывать, что какая-то погрешность в агротехнических приемах может вызвать негативный результат. Я ЦИОН могу отнести к биологически активным добавкам в медицине. Сравнить их с медициной. Биологически активные добавки – это не лекарства. Ими мы не лечимся. Но в комплексной терапии при лечении какого-то заболевания эти препараты, биологически активные добавки могут сыграть очень хорошую роль во всем лечении. Мы можем применять какие-то антибиотики, тяжелые лекарства, и при этом применять БАДы, которые будут улучшать здоровье человека, его иммунную систему. И в комплексной терапии мы получим быстрый хороший результат. То же самое касается и растений. Если мы правильно выстраиваем свои отношения с растениями, во-первых, определяемся, для чего мы это растение берем, что мы от него хотим, когда мы все это грамотно продумаем, выстроим грамотную политику, то же самое касается дорогостоящих препаратов. Нам кажется, что мы очень много вкладываем в дорогостоящие препараты и тем самым удорожаем свою продукцию. Это я, например, говорю для тех, кто продает. Но по итогу лучше один раз купить хороший препарат либо хороший субстрат и растение на протяжении своего всего вегетационного периода будет здорово и в конечном результате мы получим качественный продукт. Либо мы будем экономить на торфе, на средствах защиты и в конце концов растение будет расти долго и в конечном итоге мы не доведем его до покупателя в том виде, в котором мы бы хотели это сделать. Поэтому мое мнение складывается к тому, что не нужно пренебрегать новыми технологиями, новыми препаратами, субстратами. Нужно пробовать, нужно двигаться дальше, совершенствовать свое ремесло. При выращивании растений собственный опыт является основным нашим помощником в достижении определенной цели. Я себя не считаю крутым агрономом. Я выращиваю растения всего лишь 10 лет с небольшим. Каждый день чему-то учусь и какие-то свои наработки я рассказываю своему зрителю, который может перенять мой опыт, так как препараты, субстраты я испытываю не на 10 растениях, а как минимум на нескольких тысячах. И мне нагляднее каждому коллекционеру нагляднее видно при использовании препаратов на больших площадях, какой он имеет эффект. Я надеюсь, что я смогла донести до вас свою мысль. А те, кто пишут такие комментарии, если они пишут эти комментарии как работники соцсетей, которые где-то какой-то продукт начинают, как говорится, по-молодежному хейтить, то я их понимаю. Но если этот человек пишет такой комментарий от себя и заявляет о том, что он такой крутой агроном, что может с точностью говорить, что тот или иной препарат не действует, ну тогда извините, конечно, я таких людей не понимаю. Я не считаю себя крутым агрономом и не могу сказать, что тот или иной препарат как-то плохо действует или это развод какой-то. Потому что, прежде всего, чтобы такие заявления делать, нужно пересмотреть и быть уверенным, что вы все делаете правильно. Агротехника ваша безупречна. Что внесение какого-то препарата не принесло вам каких-то положительных результатов. В моем видео и в инструкции к данному субстрату ничего не было описано о панацеи и чудесных свойствах этого субстрата. Этот субстрат может улучшить результаты выращивания комнатных растений. Улучшает его качество. Но через 10 лет, через 5 лет, появятся новые субстраты, которые будут намного лучше циона или каких-то других субстратов, которые мы сейчас применяем. Потому что наука каждый день над этим работает. Мне очень хочется поделиться с вами своим опытом. Но иногда люди пишут такие комментарии, которые отталкивают от этого. И люди думают, что это либо реклама, либо какой-то развод. Ну, я с вами на этом прощаюсь. Пишите свое мнение в комментариях. Всем здоровья! Всем пока!